Часть вторая. Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца, и за это время видел его только один раз. На третий день пришел денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шел к ним за фельдкуратом. По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат в доску пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, все-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет. Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата, тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырек и отрапортовал. — Честь имею явиться, господин фельдкурат. — А что вам здесь надо? — Осмелюсь доложить. Я пришел за вами, господин фельдкурат. Я должен был прийти. — Должны были прийти за мной. А куда мы пойдем? — Домой, господин фельдкурат. — А зачем мне идти домой? Разве я не дома? — Никак нет, господин фельдкурат. Вы на лестнице в чужом доме. — А как? Как я сюда попал? — Осмелюсь доложить, вы были в гостях. — В гостях? В гостях я не был. Вы ошибаетесь. Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону и наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь. — Я у вас сейчас упаду. Нагонец Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять задремал. Швейк разбудил его. — Что вам угодно? — спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол. — Кто вы такой? — Осмелюсь доложить господин фельдкурат, — ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене. — Я ваш денщик. — Нет у меня никаких денщиков, — с трудом выговаривал фельдкурат, пытаясь упасть на Швейка. — И я не фельдкурат. — Я свинья, — прибавил он с пьяной откровенностью. — Пустите меня, сударь, я с вами не знаком. Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьезное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу. — Я с вами, сударь, не знаком, — уверял он, сопротивляясь. — Знаете, Отто Кац? — Это я. Я у архиепископа был, орал он, немного погодя за дверью. Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете? Швейк отбросил, осмелюсь доложить, и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне. — Отпусти руку, — говорят, — сказал он. — А не то дам раза. — Идем домой, и баста. — Не разговаривать. Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка. — Тогда пойдем куда-нибудь. Только к Шугам я не пойду. Я там остался должен. Шуге. Ресторан в Праге Швейк вытолкал фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому. — Что это за фигура? — полюбопытствовал один из прохожих. — Это мой брат, — пояснил Швейк. — Получил отпуск и приехал меня навестить, да на радостях выпил. Не думал, что застанет меня в живых. Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промычал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим. — Кто из вас умер, пусть явится в течение трех дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплен святой водой. И замолк, норовя упасть носом на тротуар. Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперед голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос. — Благословение Господне на вас и со духом твоим. — Благословение Господне на вас. У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошел договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезет. — Заблевал мне все, — пояснил извозчик, — да еще не заплатил за проезд. Я его больше двух часов возил, пока нашел, где он живет. Три раза я к ним уходил, а он только через неделю дал мне за все пять крон. Наконец, после долгих переговоров, какой-то извозчик взялся отвезти. Швейк вернулся за фельдкуратом, тот спал, кто-то снял у него с головы черный котелок, он обыкновенно ходил в штатском, и унес. Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное отупение. Он принял швейка за полковника 75-го пехотного полка Юста и несколько раз повторил. — Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. — Я свинья? С минуту казалось, что от тряски пролетки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Но, вероятно, это была его собственная импровизация. Помню золотое время, как все улыбались мне, проживали мы в то время у дома жлиц в Мерклине. Однако минуту спустя он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к швейку, спросил, прищурив один глаз. — Как поживаете, мадам? — Едете куда-нибудь на дачу? После краткой паузы продолжал он. В глазах у него двоилось, и он осведомился. — Изволите иметь уже взрослого сына? И указал пальцем на швейк. — Будешь ты сидеть или нет? — прикрикнул на него швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. — От тебя приучу к порядку. Фельдкурат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросячьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит. Потом, опять забыв обо всем на свете, он повернулся к швейку и сказал тоскливым тоном. — Пани, дайте мне первый класс. И сделал попытку спустить брюки. — Пани, дайте мне первый класс. Фельдкурат думает, что он говорит с уборщицей в общественной платной уборной. — Застегнись сейчас же, свинья! — заорал на него швейк. — Тебя и так все извозчики знают. Один раз уже обливал все, а теперь еще и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз. Фельдкурат меланхолически подпер голову рукой и стал напевать. — Меня уже никто не любит. Но внезапно прервал пение и заметил. — Извините, дорогой товарищ, вы болван. Я могу петь, что хочу. Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «прррр», что экипаж остановился. Когда спустя некоторое время они по распоряжению швейка снова тронулись в путь, Фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук. — Не закуривается, — сказал он, понапрасну из щирков всю коробку спичек. — Вы мне дуете на спички. Но внезапно он потерял нити размышлений и засмеялся. — Вот смешно. Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега? И он стал шарить по карманам. — Я потерял билет, — закричал он. — Остановите вагон. Билет должен найтись. Потом покорно махнул рукой и крикнул. — Трогай дальше. И вдруг забормотал. В большинстве случаев... — Да. — Все в порядке. — Во всех случаях. — Вы находитесь в заблуждении. — На третьем этаже? — Это отговорка. — Разговор идет не обо мне, а о вас, милостивая государыня. — Счет. — Одна чашка черного кофе. Засыпая, он начал спорить с каким-то воображаемым неприятелем, который лишал его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролетку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки. — Нимбург! — Пересадка! Швейк с силой притянул его к себе, и Фельдкурат, забыв про поезд, принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его кукаряку победно разносилось по улицам. На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать. Жил в Будеевицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер. Он вдруг расхохотался. — Что, нехороший разве анекдотец? Все это время Швейк обращался с Фельдкуратом с беспощадной строгостью. При малейших попытках Фельдкурата отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или выломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что дальше не поедет, так как вместо того, чтобы ехать в Будеевице, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил Фельдкурата вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было «Не дрыхни дохлетина». На Фельдкурата внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать. — Одинок я на этом свете, братцы, — голосил он, — заступитесь, приласкайте меня. — Не срами ты меня, — вразумлял его Швейк, — перестань. А то каждый скажет, что ты нализался. — Я ничего не пил, друг, — ответил Фельдкурат. — Я совершенно тресв. Он вдруг приподнялся и отдал честь. — Честь имею доложить, господин полковник, — я пьян. — Я свинья, — повторил он раз десять, с пьяной откровенностью, полной отчаяния. И, обращаясь к Швейку, стал клянчить. — Вышвырните меня из автомобиля. — Зачем вы меня с собой везете? Потом опустился на сиденье и забармотал. — В сияние месяца золотого. — Вы верите в бессмертие души, господин капитан? — Может ли лошадь попасть на небо? Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес. — Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. — Не были ли вы в Вене? — Я помню вас по семинарии. С минуту он развлекался декламацией латинских стихов. — Аура прима, сатоест аэтос, куае виндисем нулло. — Дальше у меня не получается, — сказал он. — Выкиньте меня вон. — Ну, почему вы не хотите меня выкинуть? — Со мной ничего не случится. — Я хочу упасть носом, — заявил он решительно. Латинский стих «Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия». Цитата из «Метаморфоз Авидия Назона», книга первая. — Сударь, дорогой друг, — продолжал он умаляющим тоном, — дайте мне подзатыльник. Один или несколько осведомился Швейк. — Два. — На. — Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь. — Это отлично помогает пищеварению, — сказал он. — Теперь дайте мне по морде. — Ну, покорно благодарю, — воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. — Я вполне доволен. — Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку. Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы острик ему ногти, вырвал передние зубы. Им овладела тоска по мученичеству. Он требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву. Требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву. — Фельдкурат хочет уподобиться чешскому католическому святому Яну Непомуцкму. — Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. — Хорошо бы штук десять, — восторженно произнес он. Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет, однако и тут недолго задержался. — Чардаш, танцуете? — спросил он Швейк. — Знаете, танец медведя. — Этак, вот. Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье. — Мне чего-то хочется, — кричал Фельдкурат, — но я сам не знаю, чего. — Вы не знаете ли, чего мне хочется? И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе. — Что мне до того, чего мне хочется? — сказал он вдруг серьезно. — И вам, сударь, до этого никакого дела нет. Я с вами не знаком. — Как вы осмеливаетесь так пристально на меня смотреть? — Умеете фехтовать? Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, Фельдкурат осведомился. — Сегодня у нас понедельник или пятница? Он полюбопытствовал также, что теперь декабрь или июнь, И вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы. — Вы женат? — Любите горгонзолу. Водятся ли у вас в домик лопы? — Как поживаете? — Была ли у вашей собаки чумка? Горгонзола — итальянский сыр. Потом Фельдкурат пустился в откровенность. Рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был трипер, и он лечил его марганцовкой. — Я ни о чем другом не мог думать. — Да и некогда было, — продолжал он икая. — Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите, ик, что делать, ик? — Уж вы простите меня. — Термосом, — начал он, забыв о чем говорил минуту назад, — называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка. — Как, по-вашему, коллега, которая из игр честнее, железка или двадцать одно? — Ей-богу, мы с тобой где-то уже встречались, — воскликнул он, покушаясь обнять швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. — Мы ведь вместе ходили в школу. — Ты славный парень, — говорил он, нежно гладя свою собственную ногу. — Как ты, однако, вырос за это время, что я тебя не видел. — С тобой я забываю о всех пережитых страданиях. Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться, — Богородице, Дева, радуйся! Причем хохотал во все горло. Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа. — Мы еще не приехали, — кричал он. — Помогите меня, похищают! — Желаю ехать дальше. Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье. При этом Фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул швейка и извозчик. — Вы меня разорвете, господа! Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете. — Вы меня хотите надуть, — заявил Фельдкурат, многозначительно подмигивая швейку и извозчику. — Мы шли пешком! И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек. — Возьми все! Я в состоянии заплатить. Для меня лишний крейцер ничего не значит. Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значит тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг Фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах. — Ну, ударь, — посоветовал Фельдкурат. — Думаешь, не выдержу? — Пяток оплюх выдержу. В жилете у Фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и Фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка. Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы, что только не приходило ему в голову сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки. Потом он обещал выдать за швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека, существо, равноценное свинье. Часть третья Войдя утром в комнату Фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил. Да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану. — Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, — сказал Швейк. — Вы ночью... В немногих словах он разъяснил Фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили. Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, Фельдкурат пребывал в угнетенном состоянии духа. — Не могу вспомнить, — сказал он, — каким образом я попал с кровати на диван. — А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван, до постели дотащить не могли. — А что я натворил? — Не натворил ли я чего? — Что же я был пьян? — Да положение рис, — отвечал Швейк. — В дребезге, господин Фельдкурат, — до зеленого змея. — Я думаю, вам станет легче, если вы переоденетесь и умоетесь. — У меня такое ощущение, будто меня избили, — жаловался Фельдкурат. И потом... — Жажда... — Я вчера не дрался? — До этого не дошло, господин Фельдкурат. — А жажда — это из-за жажды вчерашней. От нее он не так-то легко отделался. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под новый 1910 год. А первого января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селедку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день, вот уже четыре года подряд. И никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая вот карусель, как говаривал наш старый фельдфебель в девяносто первом полку. Фельдкурат был подавлен, на него напала хантра. Тот, кто услышал бы его рассуждение в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батыка на тему «Объявим войну не на живот, а насмерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей», или, что читает его книгу, «Сто искр этики». Ну, правда, с некоторыми изменениями. — Я понимаю, — изливался Фельдкурат, — если человек пьет благородные напитки, допустим, арак, мороскин или коньяк, а ведь я вчера пил мажевеловку, удивляюсь, как я мог ее пить. Вкус отвратительный, хоть бы это вишневка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой мажевеловки ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая мажевеловая настойка, которую я однажды пил в Моравии, а ведь вчерашняя была на каком-то древесном спирту и деревянном масле. Посмотрите, что за отрыжка! — Водка — яд, — решительно заявил он. — Водка должна быть натуральной, настоящей, а та, что стряпают евреи холодным способом на фабрике, никуда не годится. В этом отношении с водкой дело обстоит как с ромом, а хороший ром — редкость. — Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, — вздохнул он, — она бы мне наладила желудок. — Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в бруске. Он принялся рыться в кошельке. — У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. — Что, если продать диван? — рассуждал он. — Как вы думаете, Швейк, купят его? — Домохозяину я скажу, что я его одолжил или что его украли. — Нет, диван я оставлю. — Пошлю-ка я вас к капитану Шнабелю. Пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карте. Если вам не повезет, ступайте в Вршовице, в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Градчаны к капитану Фишеру. — Вршовицы, Градчаны. Районы расположены в противоположных концах Праги. — Скажите ему, что мне необходимо платить за фураж для лошади, так как деньги я пропил. — А если и там у вас не выгорит, заложим рояль. — А, будь что будет. — Я вам напишу пару строк для каждого. — Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще выдумывайте, что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь. Не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки. Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты. Деньги он получил всюду. Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату уже умытому и одетому триста крон, тот был поражен. А я взял все сразу, — сказал Швейк, — чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Все сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. — Такая каналья! Но когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты... — Алименты? — в ужасе переспросил фельдкурат. — Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступны девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто занимал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Они спрашивали, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая. Ей нет еще пятнадцати. Просили дать адрес. — Не дурно вы обстряпали это дело, — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. — Какой позор! — сказал он, хватаясь за голову. — А тут еще голова трещит. — Я им дал адрес одной глухой старушке на нашей улице, — разъяснял Швейк. — Я хотел провести дело основательно. Приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем. Пришлось кое-что выдумать. Да, вот еще. Там пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится. Мы, по крайней мере, на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны, и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу. И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец с старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене. — Больше вы ничего не обстряпали, швейк? — в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову. — Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо двух бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас, и всегда нашлось, что выпить. — За роялем могут зайти? А то еще ломбард закроют. Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу. Когда швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной. Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик. — Жаль, что у меня нет такого, — сокрушенно развел руками фельдкурат. — Трудно обо всем позаботиться заранее. После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и их картам. Сидели долго. Вечер застал швейка за приятельской беседой с фельдкуратом. К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал швейка с кем-то другим и говорил ему, «Только не уходите». Помните того рыжего юнкера из интенданства. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока швейк не сказал фельдкурату, «Хватит! Теперь в постели дрых не понял». «Лезу, милый, лезу! Как не полезть?» Бормотал фельдкурат. «Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе, и я за тебя писал работы по-греческому? У вас ведь вилла в Сбраславе. Туда можно проехать пароходом по Вултаве. Знаете, что такое Вултава?» Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям. «Видите, господа!» — жаловался он шкафу и фикусу. «Как со мной обращаются мои родственники?» «Не признаю никаких родственников», — вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель. «Восстань против меня, земля и небо, я и тогда отрекусь от них». И в комнате раздался храп фельдкурата. Часть четвертая К этому же периоду относится и визит Швейка на квартиру к его старой служанке пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезли Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и ввиду того, что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгов. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел. «Милая Аннушка, нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки покойки, сыпной. Есть и черная. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную. Слышала я, что пан Швейк уже... Так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек Фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел с той поры, как пришли меня... Я думаю, что уже поздно, и песик уже отдал душу». Весь лист пересекал розовый штемпель, просмотрено цензурой императорский и королевский концентрационный лагерь Штейнгов. И в самом деле, песик был уже мертв, — всхлипнула двоюродная сестра пани Мюллервой. «А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды и цветы на окнах». Двоюродная сестра пани Мюллервой никак не могла успокоиться, всхлипывая и причитая, она, наконец, высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом. — Забавно, — сказал Швейк. — Это мне ужасно нравится. — Вот что, пани Кейржева, вы совершенно правы. Я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите. И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжение. — Пани Кейржева, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было, что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в полотеном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться. Заглянул Швейк и в трактиру чаши. Увидав его, жена Палевца заявила, что не нальет ему пиво, так как он, наверное, дезертир. — Мой муж, — начала она мусолить старую историю, — был такой осторожный и сидит теперь бедняга, ни за что ни про что. А такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали. Мы поосторожнее вас, — закончила она свою речь. А нажили-таки беду. Не всем такое счастье, как вам. Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь Сосмихова. Он подошел к Швейку и сказал, — Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать. На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверение Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон. — Это вам пригодится. На первое время, — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу, — я вам вполне сочувствую. Меня вам нечего бояться. Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал, «Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом». Или нет? Лучше сварите грок. Глава одиннадцатая. Швейк с Фельдкуратом едут служить полевую обедню. Часть первая. Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией. Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, совершали торжественное богослужение, так же, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника. Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как то миссионеров, путешественников, комивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады яркими перьями лесных птиц. Святая Инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями. В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного. В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник к виселице, а во Франции — под гильотину. В Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании — к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и так далее. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать «Тебе всего-навсего отрубят голову» или только повесят, удавят или пропустят через тебя 15 тысяч вольт. Но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему. Великая бойня, мировая война также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат. Священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров. Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтых, прозванный святым, истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом в другой. Во всей Европе люди будто скот шли на бойню, куда их рядом с мясниками, императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужителей всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге на суше, в воздухе, на море и так далее. Полевой обедню служили дважды, когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем, как вели на смерть. Помню однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила Примехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем, как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников. Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия. Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось. Сулил ты небо нам, но было суждено, чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась, оставив от тебя лишь мокрое пятно. Часть вторая Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия. Цельдкурат Отто Кац был в восторге. — Где это вы научились варить такую чудесную штуку? — спросил он. — Еще в те годы, когда я бродил по свету, — ответил Швейк. — Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок. — После такого грога Швейк хорошо служить полевую обедню, — рассуждал Фельдкурат. Я думаю перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах. Складной карманный, так сказать, алтарь у нас есть. — Иисус Мария! — схватился он за голову. — Ну, и ослышим мы. Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали. — Беда, — господин Фельдкурат сказал Швейк. — Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Варшовицах. — Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грок и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя. — В самом деле, только походного алтаря не достает, — озабоченно сказал Фельдкурат. Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили, дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя. Но где она может быть? Он задумался. — Допустим, я ее потерял. В таком случае одолжим призовой кубок у поручика 75-го полка Виттингера. Несколько лет назад он участвовал от клуб «Спортфаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун. Расстояние в 40 километров. Вена Медлинг покрыл за один час 48 минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился. Вечно я откладываю все на последнюю минуту. От скотины! Как это я балда не посмотрел в диван! И под влиянием выпитого Грога, изготовленного по рецепту успившегося матроса, Фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет. — Да идемте же искать этот походный алтарь! — взывал Швейк. — Уже утро! Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику. Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью Фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в Божье благословение много денег, и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда. Это походило на обещание язычников принести жертву. От заспанной жены торговца старой мебелью Фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана, учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность, ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком. До самых Вршовиц Фельдкурат и Швейк шли пешком, так как Фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться. В Вршовицах, в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это Божье провидение, и подарил алтарь Вршовицкому костелу в Ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись «Даровано в охвалу и славу Божью учителем в отставке, колоржиком, в лето от Рождества Христова, 1914». Учитель, застегнутый в одном нижнем белье, очень растерялся, и разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст Божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана!» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался, и когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дара хранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу Богу. Учитель видел в этом указание свыше «Украсить сим алтарем в Ршовицкий костел!» «Это нас мало интересует», — заявил Фельдкурат. «Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!» «Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности», — добавил Швейк. «Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст Божий может дорого вам обойтись. Нечего было обращать внимания на ангелов. Один человек из сгоржи тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст Божий, и вместо того, чтобы чашу переплавить, понес ее священнику. Хочу, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызение совести, и послал за старостой. А староста — за жандармами. И крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел Божью Матерь, а в результате получил десять лет. Самое благоразумное для вас — пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь. Старик, одеваясь, тряс со всем телом. У него зуб на зуб не попадал. Даю вам слово. У меня и в мыслях не было ничего плохого. Я думал, что этим Божьим даром помогу украшению нашего бедного храма Господня в Вршовицах. А, разумеется, за счет воинской казны. Оборвал его швейк сурово и дерзко. — Покорно благодарю за такой Божий дар. Некий пивонька из Хотеборжа, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар Божий. От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом. Вршовицкий фаррор еще спал, и когда его разбудили, начал брониться, решив с просонок, что его зовут Стребой. Фаррор, искаженная немецкая, приходский священник в Чехии и Словакии. — Покоя не дадут с этими соборованиями, — ворчал он, неохотно одеваясь. И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался. А потом торгуйся с ними о платье. Итак, они встретились в прихожей, представитель Господа Бога у воршовицких штатских мирян-католиков с одной стороны, и представитель Бога на земле при военном ведомстве с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что, тем не менее, его не следовало переносить из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими. Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества. Причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках. Наконец они пришли в ризницу, и фаррер выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания. Получил походный алтарь, который случайно попал в вршовицкий храм фельдкурат Отто Кац. Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Мориц Малер, изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как то четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников. Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании. Дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем. На противоположной створке алтаря намалевали образ, который должен был изображать троицу. Голубя художнику, в общем, не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот. Зато бог-отец был похож на разбойника с Дикого Запада, каких преподносят публики захватывающие кровавые американские фильмы. Бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем, бог-сын походил на спортсмена. Крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся троица расплывалась и создавалось впечатление, будто вкрытый вокзал въезжает поезд. Что представляла собой третья икона, совсем нельзя было разобрать. Солдаты во время обедни всегда спорили, разглядывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазовского края. Тем не менее, под этой иконой стояла «Святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас». Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на Присвятую Троицу. Швейк болтал с извозчиком о войне, и извозчик оказался бунтарем, делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» и так далее. Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа «Что везут?» ответил «Присвятую Троицу и Деву Марию с Фельдкуратом». Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и Фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом в Бржевновский монастырь за Дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина. Понятное дело, не так-то просто служить полевую обедню. «Шатаемся по всему городу», — сказал Швейк-извозчику, и это была правда. Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что Фельдкурат забыл про министранта. Во время обедни Фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который как раз теперь предпочел сделаться телефонистом и уехал на фронт. «Не беда, господин Фельдкурат», — заявил Швейк. «Я могу его заменить». «А вы умеете министровать?» «Никогда этим не занимался», — ответил Швейк. «Но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое и с одухом твоим, и к вашему благословению Господня на вас. В конце концов, не так уж, я думаю. Трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина». «Ладно», — сказал Фельдкурат, — «только воды мне в чашу не наливайте». «А вот что, вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина». «А, впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз, значит, направо. Два — налево. Требник, особенно часто ко мне не таскайте. В общем, это все пустяки. Не боитесь?» «Я ничего не боюсь, господин Фельдкурат. Даже не боюсь быть министрантом». Фельдкурат был прав, что, в общем, все это пустяки. Все шло как по маслу. Речь Фельдкурата была весьма лаконична. «Солдаты, мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к Богу, да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать. Желаю всего наилучшего». «Вольно!» — скомандовал старый полковник на левом фланге. «Полевая обедня зовется полевой, потому что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго. При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро». Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным. Отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает? Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только «Эткум спириту туо». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но, в общем, богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеи с сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние Ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты, так что все сошло благополучно. То там, то здесь, среди солдат, слышалось «Дай разок затянуться». И как фимиам к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит. Наконец раздалось на молитву. Поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Виттингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена-Медлинг. Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат. Вот это глоток! Прокатывалось по рядам. Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда на молитву. Хор грянул «Храни нам, Боже, государя!» Потом последовало «Стройся» и «Шагом марш!» «Ну, собирайте манатки», — сказал швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. «Нам нужно все развести владельцам». Они поехали на том же извозчике и честно отдали все, кроме бутылки церковного вина. Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, швейк обратился к фельдкурату. Осмелюсь спросить господин фельдкурат, должен ли министрант быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает? «Конечно», — ответил фельдкурат, «иначе обеднее будет недействительно». «Господин фельдкурат, произошла крупная ошибка», — заявил швейк. «Ведь я вне вероисповедания. Не везет мне, да и только...» Фельдкурат взглянул на швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал, «Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви». Субтитры создавал DimaTorzok